Приветствую, друзья. Уже 21 год в путинской тюрьме находится первый из числа арестованных по делу ЮКСа Алексей Пичугин. Amnesty International признала Алексея политическим заключенным. Российский мемориал включил его в число узников совести. Алексей Пичугин отбывает пожизненное заключение в Оренбургской колонии «Черный дельфин». Это колония особого режима для пожизненно заключенных. Самые суровые условия содержания всех возможных. Почти нет свиданий и передач. Заключенные содержатся в камерах, а не в бараках. Несколько обысков в день. Любые перемещения только с закованными в наручники и заломанными назад руками. Представьте себе условия, в которых сидел Алексей Навальный и о которых мы много знаем от его соратников. Так вот, условия «Черного дельфина» – это то же самое, только в несколько раз строже и жестче. И так уже 21 год. Что такое 21 год? Самый главный политический заключенный мира – Нельсон Манделла. Он провел в тюрьме 27 лет с 1964 по 1990 год. Правда, только 18 лет провел в условиях, сопоставимых с тем, как отбывает наказание Пичугин. В 1982 году Манделлу перевели в тюрьму с более легкими условиями, где он смог видеться с друзьями и проводить политические встречи. То есть срок Пичугина с практически полной изоляцией уже больше, чем у главного политзека мира. Все годы, проведенные за решеткой, Пичугина шантажируют, а также физически и психологически пытают. Алексей – единственный из политических заключенных, кто подвергался воздействию психотропных препаратов во время допросов. Когда во время следствия Алексей содержался в ФСБшной тюрьме Лефортова, ему вкалывали наркотики, чтобы добиться признательных показаний. Не добились, потому что признаваться ему было просто не в чем. Оба судебных процесса в отношении Пичугина были полностью сфальсифицированы. Его судил суд присяжных, но в тот момент, когда стало понятно, что присяжные собираются оправдать Алексея, коллегия была распущена и изменена на более послушных. Европейский суд по правам человека признал следствие, судебные процессы, приговор в отношении Пичугина незаконными и несправедливыми. ЕСПЧ потребовало от России пересмотреть приговор и отправить дело на новое рассмотрение. Верховный суд в специальном постановлении отказался выполнять обязательное решение Европейского суда. Зачем Путин уже 21 год держит Пичугина в заключении и пытает? Алексей Пичугин – это заложник. 19 июня 2003 года Алексей был задержан. Он стал первым арестованным по делу ЮКОСа. Пичугин работал в компании в должности руководителя Департамента экономической безопасности. Его задача входила предотвращать и расследовать случаи воровства, коррупции внутри компании, а также истории с незаконными врезками в трубопроводы. С самого первого дня от Пичугина требовали признаться в преступлениях и дать показания на руководство и акционеров компании ЮКОС. Путинский режим постоянно использует методы террористов – убийства, пытки, запугивания, шантаж. Главная практика террористов – это захват заложников. Пичугин – это первый и главный заложник по делу ЮКОСа. План заключался в том, чтобы арестовать Пичугина, угрожать ему самыми жесткими мерами вплоть до пожизненного заключения и получить признание и показания на других. Для этого Алексею, который, как я уже сказал, занимался экономической безопасностью, предъявили ворох в самых тяжелых обвинениях. Тяжелых, но в то же время нелепых. Обвинения разваливались в суде, были построены на показаниях зависимых от силовиков людей и просто шли в разрез с логикой. Все это подробно разобрано в публичных документах, решениях и СПЧ, и отражено в замечательных книгах общественного защитника Алексея Пичугина Веры Васильевой. Несмотря на пытки, несмотря на 21 год заключения, использование психотропных препаратов, Алексей так и не признал несуществующую вину, не дал ложных показаний на своих бывших коллег и руководителей. Алексей показал себя человеком несгибаемой волей и твердых принципов. Я не представляю, как можно было выдержать все, с чем ему пришлось столкнуться. Арест, пытки, несправедливый суд, чудовищные условия содержания. Я много раз публично заявлял, что если есть хоть какая-то возможность выйти на свободу или даже просто улучшить условия содержания, то Алексей может дать любые показания, и никто не будет на него в обиде. Он уже вытерпел больше, чем способен вынести обычный человек. Невозможно даже представить себе, что должен чувствовать человек, который 17 лет сидит в тюрьме, зная каждый день, каждую минуту, что он невиновен в том, в чем его обвиняют. А еще время от времени так приоткрывают дверь туда, на свободу, показывают, дают бумажку, говорят, подпиши и выйдешь. За 21 год Алексей Пичугин доказал, что есть люди, для которых принципы и мораль важнее всего, даже важнее жизни. Алексей своим героизмом, своей выдержкой уже опроверг все обвинения, и даже те, которые с его показаний предполагалось предъявить мне. 21 год назад началось дело ЮКОСа. 21 год назад Путин дал отмашку на преследование своего политического противника и на отъем его собственности. ЮКОС был разграблен и украден. Я получил 13 лет с тюрьмы, из которых отсидел 10. 10,5 лет провел в тюрьме Платон Лебедев. Светлана Бахмина, Владимир Переверзин, Владимир Малаховский прошли через долгие годы заключения. Василий Александр был, по сути, убит. Количество уголовных дел, розысков, допросов, заочных приговоров не поддается подсчету. И только Алексей Пичугин до сих пор находится в заключении. Он продолжает платить невероятную цену за путинскую алчность и трусость его окружения. Я очень надеюсь, что Алексей однажды, наконец, выйдет на свободу. Алексей, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok